ДОСТУПНОЕ ОБУЧЕНИ Дети с особыми потребностями Каратальского района получают знания в онлайн-режиме. Большая стройка. В Талткургане продолжается строительный бум. Возводятся социальные объекты, дома, обновляются места массового отдыха. В приоритете сельское хозяйство. Аграрии Раймбекского района завершают пассивные работы. 66 жителей Алматинской области, заразившейся коронавирусной инфекцией, готовятся к выписке. 30 пациентов уже отправлены по домам. Официальную информацию озвучили на селекторном совещании под председательством Акима области. Задача удержания вируса в рамках очага и нераспространения его на новые территории, взята на полный контроль руководства края и тем самым темпы заражения, уже начали постепенно падать. Акимам районов и руководителям областных управлений дан целый комплекс поручений. В частности, сдерживание цен на продукты питания, реализация дорожной карты занятости в весенней пассивной и других немаловажных секторов. Как говорится, обо всем по порядку. Сюжет Азата Жумаханова. Четкий алгоритм действий позволил снизить темпы распространения вируса. Очаги и контактные лица уже выявлены. И статистика с этой недели пойдет на спад, прогнозируют специалисты. Работа областного штаба под руководством Аманды Кабаталова дает свои плоды. В некоторых местах уже сняты локальные карантины. Это как-никак некий глоток свежего воздуха для местных жителей. С 4 мая в регионе введены послабления в режим карантина. Деятельность возобновил ряд учреждений, и люди вышли на работу. Но это не повод для расслабления. Карантин и режим ЧП никто не отменял, подчеркнул Акимобласти. В целом, в этом режиме дальше продолжаем работать. Самое главное, скорее с этой ситуации с коронавирусом выйти. Мы уже более-менее чуть-чуть поняли, что 29 тысяч не должны сделать тесты, должны сделать, выявить всех подряд, вылечить и выпустить. Напомним, с прошлой недели по поручению президента страны Касмжомар Татукаева разрешено введение хозяйственных работ на дачных участках, в связи с чем жители Алматы начали массово выезжать за территорию города. По информации ответственных лиц, близ южной столицы находится более 400 дачных массивов. В связи с этим Амандык Баталов поручил тщательно проводить анализы и проверки на блокпостах на границе с мегаполисом. Все смотри, везде эти блокпосты, заезжающих, выезжающих, машины мойте, магазины, вот то, что закрыты, другие дела. В целом карантин по республике, по этому алгоритму работай. Магазины должны быть закрыты, базары должны быть закрыты, кроме продовольственного. По этому режиму работай, кроме дачников, никого не пускайте, слушай, до конца. Держите на контроле. Режим карантина не должен сказываться на темпах реализации дорожной карты занятости. Алматинской области на программу выделено 109 миллиардов 200 миллионов тенге. Это по меньшей мере позволит создать около 27,5 тысяч новых рабочих мест. Сейчас по реализации проектов проводятся конкурсы. Это один из главных этапов, поэтому Аким области требует у районных и городских руководителей внимательно подбирать подрядные организации. Предпочтение необходимо отдавать местным, но проверенным компаниям с хорошей репутацией. Всех Акимов предупреждает. Финполиция будет смотреть, где нарушения какие-то, по своей линии, своим методами. Все и прокуратура будет смотреть. Жесткий этот разговор будет. Потом я временами буду отдельно район заслушать. И будете по каждому объекту мне объясняться. Не помешала вспышка коронавируса и ходу горячей страды. Сейчас, по сведениям заместителя Акима области Серегжана Бескимпирова, посев завершен на 70%. Элитные семена свеклы, кукурузы и картофеля уже полностью завезены из стран Европы. Запасы есть, дефицита не будет. Аналогичная ситуация и с дистопливом. Его, как известно, крестьяне получают по 165 тенге. Развитием картофелеводства уже третий год занимаемся. Если мы завезли в начале 200 тонн элитных семян, сейчас уже имеем семена на 5000 гектаров первой репродукции. То есть 5000 гектаров уже своими семенами будут обеспечены. И с этих 5000 гектаров мы планируем 35 тонн получить корнеплодов. По кукурузе на сегодняшний день тоже у нас много сортов кукурузы. Уже более 30 сортов кукурузы завезли мы. Ага, семян. То есть эта работа идет. Я думаю, если мы сейчас где-то 69 центнеров получаем с гектара, я думаю, этот показатель с каждым годом растет. Каждый год мы где-то на 2 центнера увеличим урожайность. Сельское хозяйство – драйвер экономики. Этот сектор в буквальном смысле кормящий. И в период формирования кризиса именно эта сфера одна из тех, что дает возможность региону оставаться на плаву, поскольку более 17% всего волового продукта страны обеспечивает именно Алматинская область. Однако дополнительные меры обеспечат гарантию стабилизации цен на основные продукты питания. Именно на это выделено 2 миллиарда тенге. Эти средства даются в кредит на один год под очень маленький процент. Эти средства будут потом возвращаться. Но эти предприятия обязуются сдерживать цены по 19 видам социально значимых товаров на уровне, не превышающем пороговой предельной цены. Есть небольшие колебания по гречке и по яйцам. Это из-за того, что у нас гречки не производятся. Приходится завозить продукцию из России. Но в целом сейчас у нас заключены контракты с корпорацией «Магнум», которая закупила большой объем гречки и будет реализовываться во всех предприятиях. Пандемия непременно повлияет на повышение потока внутреннего туризма, считают специалисты. Горные курорты, песчаные и галечные пляжи – уникальные памятники природы и истории. И это не весь перечень достопримечательностей края ЖТСО. В связи с этим замокима области Серик Турдалиев внес предложение возобновить строительные работы на туробъектах региона. Предприниматели просят, чтобы они уже начали готовиться, потому что месяц остался. Если в июне пойдет поток, то чтобы была готовность. Это правильный вопрос. Сейчас увидите, наш внутренний туризм будет очень сильно заполнен. Дайте разрешение. Вопросы, которые мы рассмотрели, все должны взять на особый контроль. В целом, на сегодняшний день я вот утром смотрел. Госбюджет мы перевыполнили, 104,6. Местный бюджет 121,4. По освоению средств на уровне прошлого года. Да. Да, неплохо. Вот в этом плане работают. А остальные все в планном порядке. По дорожной карте занятости я еще вернусь. Дальше будьте мне еще докладывать. По данным специалистов, интенсивность заболеваемости пошла на спад. Уже снят жесткий карантин в городе Иссы, Кембекши, Казахского района. А при благоприятных условиях от локального карантина уже на этой неделе освободят и Лиски, и Керблакски районы, и город Капшигай. Азад Жумаханов, Абзал Нусипов, телекомпания ЖТСО, Талдыкурган. В этом году в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» в Алматинской области выделено более 109 миллиардов 200 миллионов тенге. На эти средства будет реализовано 997 проектов. Выделенные финансы будут направлены на развитие сфер строительства, жилищно-коммунального хозяйства, дорог, образования, здравоохранения и другого. Об этом сегодня на заседании заявил Аким Алматинской области Амандык Баталов. Глава ЖТСО потребовал целевого использования выделенных средств, а также осуществления надлежащего контроля за реализацией проектов. В связи с этим в регионе создана независимая общественная наблюдательная комиссия. В составе в нее ходят члены партии Нур-Отана, членов общественных организаций и независимые эксперты. С сегодняшнего дня на территории Алматинской области официально вступили в послабление в режим карантина. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Кайрат Бай Мухаммедов. Таким образом, предприниматели и субъекты малого-среднего бизнеса начали осуществлять свою деятельность. В перечень объектов вошли автомойки, СТО, шиномонтажки, предприятия, оказывающие юридические услуги и банки второго уровня. Стоит отметить, салоны красоты будут работать с 9.00 до 16.00 часов по предварительной записи с обслуживанием только по одному клиенту. Разрешат и спортивные мероприятия, а также тренировки. Исключение без зрителей и лишь на открытом воздухе. Согласно постановлению, разрешается деятельность и по подготовке к летнему туристическому сезону. То есть бизнесмены вправе осуществлять ремонтные работы на территории зоны отдыха, отелей, детских лагерей и санаториев. Но принимать граждан все еще категорически запрещается. Настоящее постановление вступает в силу сегодняшнего дня, то есть 4 мая. Несколько новых визитных карточек Талдыкургана появятся в этом году. Так, открытия ждут сразу три новых социальных объекта. О них и не только расскажет Евгения Присяжная. Талдыкурганцы с нетерпением ждут открытия Центра водных видов спорта в своем городе. Олимпийский бассейн для областного центра – уникальный объект. Его исключительность заключается не только в необычном архитектурном облике, но и в оснащенности. Так, на территории водного гиганта расположатся три бассейна – плавательный, прыжковый и для маломобильных групп населения. Универсальное сооружение предназначено для проведения учебно-тренировочных занятий по плаванию, акваэробике, водному полу, синхронному плаванию, а также для соревнований международного уровня. Под куполом крыши на втором ярусе смогут разместиться до 600 зрителей. Площадь застройки сооружения занимает порядка 9 тысяч квадратных метров. Федерация водных видов спорта Республики Казахстан проводит неустанную консультацию руководства строительных организаций на всех этапах возведения объекта. На сегодняшний день процент готовности данного объекта по строительной части можно сказать уже 95%. И сейчас идет в основном внутренняя отделка, вот вы как видите, и наружная отделка. Данный объект строится в рамках государственного частного партнерства. Общая сумма проекта ориентирована больше 11 миллиардов тенге. По нормативным срокам строительства данный объект должен закончиться в январе-феврале 2021 года. Но по темпам строительных объемов вы видите, что он скорее всего к концу лета уже объект будет сдан в эксплуатацию. Другой строительный объект, ожидающий своего открытия в текущем году, студенческое общежитие на 288 мест в микрорайоне Каратал. Здание построено с применением современных строительных и отделочных материалов. Строительство уже завершено. Осталось благоустройство территории. Сдача объекта запланирована на вторую декаду мая. Работа сейчас на этапе завершения. Выполнено 80% работ. Внутреннее здание готово на 100%. Завезена мебель. Учебные кабинеты оборудованы. Внутреннее здание всё готово. Ежегодный активный демографический прирост и ликвидация трёхсменного обучения активизировали в области региональную программу строительства школ. Нынешний год особый по масштабу. 23 объекта. Общее финансирование порядка 42 миллиардов тенге. Три школы в Елийском районе, по одной школе в Эмбихш-Казахском районе, Карасайском районе, Жамбульском районе и в городе Талдыкурган. Данная школа является мощностью на 1500 мест. Шесть школ и в городе Талдыкурган, это в селе Антыма, на 1200 мест. Ещё одной визитной карточкой областного центра станет и новый парк. Реконструкция его практически завершена. В парке коммунальник по просьбе горожан максимально сохранён, а по плану реконструкции значительно увеличен, фонд зелёных насаждений. На обновлённой территории зоны отдыха предусмотрены поливочная система, пешеходные дорожки, скамейки, торшерные светильники, художественно-декоративные элементы, кольцевая велодорожка. По данному парку выделены финансовые средства в сумме 174,8 миллионов тенге. На следующий день 152 миллиона из них уже освоены. Все работы выполняются согласно графику производства работы. Думаем, уже 20 мая текущего года мы сдадим этот парк в эксплуатацию. Режим чрезвычайного положения в стране не оказал ощутимого влияния на строительную отрасль в Алматинской области. Ответственные лица заявляют, что все объекты будут сданы в восстановленные сроки. Евгения Присяжная, Абылай Кутыкбай, Ирлана Замбай, Телеканал ЖТСУ. Аграрии Раимбекского района завершают пассивные работы в намеченные сроки. Этому поспособствовали благоприятная погода и поддержка государства. В текущем сезоне крестьяне освоили и отвели более 10 тысяч гектаров земель под зерновые культуры. В целом, как складывается деятельность сельского хозяйства в Раимбекском районе в условиях ЧП смотрите в следующем материале. Посевная компания крестьянского хозяйства «Ренат» села Нарнколь уже на финишной прямой. 80% работ завершены. Освоено порядка 400 гектаров. Приступили аграрии к строительству собственного мукомольного завода. С его открытием отпадет необходимость возить урожай на мельницы в Алматы. Несмотря на режим ЧП, весенние работы в хозяйстве идут по плану. В крестьянском хозяйстве «Ренат» из 400 гектаров 300 отведено под пшеницу. На 50 засеяли ячмень, 20 отвели под картофель. Также в качестве эксперимента засеяли 10 гектаров гречневой крупы. Если урожай новой продукции будет богатым и качественным, то будем увеличивать посевные площади. Особое внимание в районе и животноводству. Поголовье овец крестьянского хозяйства «Декан» под чутким руководством Фариды Исламовой с каждым годом растет. Помогает ей в нелёгком деле вся семья. Главное делиться секретом успеха женщина – любить своё дело и работать, не покладая рук. Благо, что сегодня для животноводов созданы все условия. В этом году погода более благоприятная, чем в прошлом. Поэтому период окота прошёл гладко. Поголовье увеличилось на 280 овец. Сейчас наблюдаем за каждым ягнёнком отдельно. Весна в живописном районбекском районе наступила ранее. Поэтому посевная кампания стартовала раньше обычного. Завершить её крестьяне планируют уже до 10 мая. Засеяно более 10 тысяч гектаров зерновых культур. Сейчас работы сделаны на 80%. К 5 мая завершим полностью посевную кампанию. Несмотря на сложный для всей страны период, сельское хозяйство районбекского района процветает. В этом году сразу на 350 гектаров увеличили посевные площади. Увеличилось и общее поголовье скота. Словом, оснований для срывов нет. Помогает все работы вести по графику и созданный по распоряжению Акима области специально для крестьян зелёный коридор на блокпостах. Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем меньше с нами остается тех, кто своими руками ковал победу в великой отчисленной войне. Сегодня в преддверии 9 мая наша съёмочная группа встретилась с одним из 64 доблестных солдат края ЖТСУ, кто грудью отстоял мирное небо. В 17 лет Николай Богданов убежал из дома в селе Кочки Алтайского края. Родители хотели, чтобы юный доброволец дождался хотя бы своего 18-летия. Вачинский попал в учебную миномётную роту и уже через три месяца оказался на линии огня. Воевал на Третьем Белорусском фронте, принимал участие в освобождении Минска под командованием маршала Советского Союза Василевского. При освобождении Вильнюса был тяжело ранен и даже спустя 75 лет удивляется тому, как остался жив. Город Вильнюс. Вдвоём мы зашли. Сверху рация. Немцы. Ну, старший. Он от меня на два года старше. Уже стрелянный мужик. А я что, пацан? 17 лет. Ну, я это... Слышу, рация работает. Ну, я выстрелил. А этот дом охранялся. Из-за угла бросил гранату. Я этим прикладом и это... Голову защитить. И вот в руки. Ранение. Ранение. Вера в победу помогла выжить и предавала военный дух, делится Николай Богданов. Кроме воспоминаний о тех ужасных событиях, у ветерана есть заслуженные награды. Орден Отечественной войны первой степени и медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. После окончания войны в 1946 году он приехал в Казахстан. Поселился в Талдыкургане. Здесь встретил свою любовь, с которой прожил более 60 лет. У Николая Богданова два сына и три внука. Сегодня 94-летний участник военных событий живет один. Супругу похоронил 11 лет назад, а дети живут далеко. Но ветеран не привык жаловаться на судьбу. Непоколебимый характер юноши в свое время закалила война. Быть сильным, уверенным в свою родину. Больше не только в свою родину. В свою родину будешь верить, будешь держаться, значит жить будешь. Ратные подвиги отцов и дедов навсегда останутся в памяти потомков. Ведь победа в Великой Отечественной войне – символ героической истории, дружбы народов, плечом к плечу сражавшихся против немецких захватчиков. И уже зависит от нас, как долго еще потомки будут восхищаться подвигами солдат Великой Победы. Через века, через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте. В горле сдержите стоны. В горле сдержите стоны. Падайте павшим, будьте достойны. Евгения Присяжная, Былай Кутыкбай, Телеканал ЖТСУ. К другим темам. Новые проблемы, новый подход. Особо дети Каратальского района могут продолжить лечение с помощью специалистов отдела занятости и координации социальных программ в онлайн-режиме. Теперь получать столь необходимые курсы можно дистанционно, не выходя из дома. Насколько они эффективны, узнавал Дамир Анитов. У 7-летней жительницы города Уштобе Алины Резабек аутизм. Болезнь проявила себя рано. И два девочки исполнился год, рассказывает мама Бакаткуль. Ежедневно она водила ее в реабилитационный центр в райцентре. Однако на фоне сложившейся ситуации и карантинных мер центр закрылся. Однако работать не перестал. Врачи сказали, что наш ребенок родился с рожденным аутизмом. Мы не хотели этому верить, потому что в первый год она вела себя, как и все дети. Однако, как бы то ни было, теперь мы учимся жить с ее особенностью. Я водила ее в реабилитационный центр, чтобы опытные специалисты помогли моей девочке. Теперь занимаемся сами, получаем уроки онлайн. Не все получается сразу, но специалисты помогают, отвечают на наши вопросы. На сегодняшний день в реабилитационном центре числятся 57 особенных детей. Им от полутора до 18 лет. Дополнительно к общению с родителями и детьми онлайн специалисты посредством социальных сетей высылают всем видеокурсы. В это непростое время хотели мы поддержать и продолжить наше взаимодействие. И вместе с управлением мы, долго обдумывая, пришли к такому решению, чтобы разработать рекомендации и занятия в предоставлении услуг в онлайн-режиме, чтобы они были доступны в проведении домашних условиях. Вообще, наш центр предоставляет 8 видов специальных социальных услуг. И главная наша цель – это социализация и интеграция детей с ограниченными возможностями в общество. Нашими специалистами по социальной работе разрабатываются занятия индивидуальные для каждого ребенка, с учетом их возраста, с учетом их диагноза. Всего в Каратальском районе есть 5 реабилитационных центров для детей с особыми потребностями. В них получают лечение около 400 детей. И до окончания карантина ребята не должны растерять навыков, говорят специалисты. Дамир Анитов, Мюрверт Кадырбайгзе, Азей Дюсюмбек, Телеканал ЖИЦУ. Кадровые перестановки. Даурин Абаев покинул пост министра информации и общественного развития Казахстана. На эту должность назначена Аида Балаева. Ранее она являлась помощником Касмужа Марта Тукаева. Чуть позже стало известно, что бывший министр Абаев занял пост первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана. Об этом говорится на сайте Аккорды. Ранее эту должность занимал Маулен Ашимбаев, которого сегодня назначили спикером Сената Республики Казахстан. До этого он занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента. Казахстан принял решение сократить объем добываемого в Республике черного золота на 390 тысяч баррелей в сутки. В Минэнерго уточнили, что ограничения коснутся лишь определенной категории месторождения. Так сократить объем добываемого в сутки нефти должны средние, крупные и гигантские месторождения. Дело в том, что на мелких месторождениях все равно ожидается снижение объема добываемой нефти. На это, отметили в ведомстве, влияет ряд экономических факторов. Напомним, ранее сообщалось о том, что странные участницы ОПЕК+, в результате длительных переговоров достигли соглашения о сокращении объемов добываемой нефти. Данное ограничение будет действовать на протяжении двух месяцев. 300 миллионов кубометров воды поступило в Макта-Аральский район Туркестанской области. Наводнения подобного масштаба в регионе никогда не было. На данный момент затоплено уже 10 поселков. Вода вошла в село Фердауси. Частично потоплен райцентр Морзакент. Чтобы избежать более серьезных последствий, там строят дамбу. Кроме того, есть угроза наводнения еще семи аулов. Отмечу, что в районе эвакуировали больше 30 тысяч жителей. Часть из них уехали к родственникам в Шумкент. Остальные находятся в 24 эвакуационных пунктах. Из опасной зоны вывезли более 5000 голов скота. В аварийно-спасательных работах задействовано 986 человек и 180 единиц техники. Ликвидацией последствий потопления населенных пунктов Макта-Аральского района Туркестанской области займется правительственная комиссия. Власти Франции хотят продлить режим чрезвычайной санитарной ситуации до 24 июля. То есть еще на два месяца ранее запланированного срока. На этой неделе предложение правительства рассмотрит парламент страны. По замыслу министров, продление режима обеспечит юридические и временные рамки для запланированного поэтапного ослабления карантина. Продление режима чрезвычайной ситуации предполагает, что в числе прочего обязательную изоляцию всех прибывающих в страну, а также обязательное ношение масок в общественном транспорте. Официальный Париж таким образом вновь предупреждает впереди длительное существование с вирусом. Верховный суд Израиля начал слушание по вопросу формирования нового правительства страны. Речь идет о том, может ли Бениамин Нетаняху вновь возглавить кабинет. Против примера возбуждено уголовное дело о коррупции. Кроме того, юристы рассмотрят законность самой коалиционной сделки, которую Нетаняху заключил с бывшим оппонентом Бени Ганце. Противники действующего примера не прекращают акции протеста с призывом к судьям не допустить коррупционеров во власть. В то же время участники другой манифестации обвиняют Верховный суд в преследовании собственных политических интересов и заявляют, что судьи не имеют права подвергать сомнению демократический выбор израильтян. Спрос рождает идеи. 21-летний сомалиец своими руками построил автоматический аппарат искусственной вентиляции легких. Для своего творения он использовал самые простые подручные материалы. Но для одной из беднейших стран мира это без преувеличения изобретения государственного масштаба. Качеством он, несомненно, уступает промышленным образцам, однако полностью функционален и пригоден для спасения жизни. В том числе жизни врачей, которые смогут оставаться на безопасной дистанции от пациента, чего не позволяли ручные устройства. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok